Привет. Я вам сейчас расскажу про GraphQL и много всякого другого. Но GraphQL, кстати, не основная тема. Я ее сюда специально запихнул, чтобы доклад выбирали на всякие конференции, потому что очень такой популярный базворд. Кстати, работает. Ну и на Ruby C тоже с этой же темой. Так что рекомендую. Три слова, кто я такой и почему меня нужно слушать. Я программирую на Ruby с 2003-го примерно года, как основной язык где-то с 2004-го. Написал кучу всякого open-source, умеренно популярного. Ruby Mentor, в том числе платный. Если в зале есть джуниоры, то очень рекомендую. Всего 50 евро в неделю и научусь чему угодно. Но также и бесплатный для организации Scientific Ruby мы пытаемся неспешно построить какой-то набор минимальных научных библиотек для Ruby. Берем себе студентов на Google Summer of Code. Я его регулярно рекламирую на Dooo.ua. В результате, по-моему, из Украины в Google Summer of Code участвуют обычно один-два студента. Из Индии для сравнения пара тысяч. Ну, это так. К слову. Ну, известен как зверок. Если вы где-то видите этот ник в интернете, то, как правило, это я. А если этот юзерпик, то это точно я. Я его, кстати, нарисовал карандашом от руки в девятом классе, с тех пор использую. По-моему, очень неплохо получилось. Ладно. Давайте к делу. Начнем с такой очень практической понятной задачи, с которой почти наверняка сталкивался любой программист с хоть каким-то минимальным опытом. Сформулируем ее так. Допустим, у вас есть енот. Ну, вот есть у вас енот, живет он у вас дома, хороший такой енот, все гости приходят его погладить, он вам нравится, всем нравится. И вы думаете, что может на этом заработать, на том, что всем нравится енот. И начинаете этого енота сдавать в аренду. Свадьбы, похороны, не знаю, ну, кому что. Выпускные, школьные. Оказывается, довольно эффективный бизнес, популярный. Енот ваш девочка, поэтому через какое-то время у вас уже несколько енотов. Вы начинаете там какие-то партнерки с енотовладельцами из соседних городов, потом из соседних стран, потом, значит, бизнес выходит на международный уровень, 40 каналов продаж, убер-еноты – это ваше подразделение и так далее, и так далее, и так далее. Но в какой-то момент вы оказываетесь в такой ситуации, когда имеете здоровенный интернет-сервис, который наполнен огромным количеством данных, допустим, енотах. Ну, то есть, понятно, что я издеваюсь, но не обязательно даже магазин. То есть, любой информационный сервис современный имеет внутри кучу данных, кучу между ними взаимодействий, должен доставлять их разным потребителям в разных формах, и начинается история о том, как, собственно, эти данные отдавать всем возможным потребителям. Потому что где-то у вас там есть single-page application, современный сайт, где-то у вас есть старый сайт, запущенный 10 лет назад, но которым еще некоторые клиенты привыкли и пользуются, и они там что-то как-то по-другому привыкли к нему обращаться. Есть API для партнеров, есть API для сторонних разработчиков, которые делают third-party applications, есть API для вашего официального приложения, которое там в App Store и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, возникает вопрос, как этот API выглядит, как выглядит взаимодействие сервера, на котором куча разнородной информации, большая информационная система с внешним миром в разных его проявлениях, в том числе зачастую довольно неприятных. Ответ на этот вопрос с годами меняется. Вот, собственно, это и будет тема нашей лекции, как мы отвечаем на вопрос о взаимодействии с внешними сервисами. Первый ответ, который родился еще в конце 90-х, такой прекрасный протокол SOAP, он был XML-based, он был, ну да, fair enough, fair enough, одна из, не вспомню поэтому, а, Panopto, такой известный поставщик образовательных видео и аудио, его основной как бы API до сих пор на SOAP, мне это очень нравится, мне очень нравится. Вот, он такой XML-based, он вырос из кровавого джавовского интерпрайза, поэтому он выглядит, как, пошлем здоровенный-здоровенный запрос, который выглядит, как, get мне какие-нибудь сложные данные с вот этими, с LK четырьмя параметрами и получим здоровенный-здоровенный ответ. Чтобы это все могло между собой работать, то во времена кровавого интерпрайза, когда всего в интернете было четыре сервера, из них три не работали, было взаимодействие между всеми этими серверами, было задано жестко этой SOAP-схемой, к которой генерировался или вручную писался клиент по этой схеме, и как бы все эти запросы выполнялись, ну вот, в таком примерно виде. Видно более-менее, да? То есть мы выдаем здоровенный запрос, вся суть которого, что нам всего-то нужно получить список енотов с такими-то двумя параметрами. То есть вся суть его там в 20 байт помещается, при этом это еще очень сильно сокращенный конверт, обертка этого запроса, потому что куча всего надо установить схемы, установить взаимодействие, установить версию протокола и так далее, и так далее, и так далее. Получаем не менее многословный ответ, тоже в XML, естественно. Ну и как-то это все работало. У SOAP-а в принципе на тот момент, по сравнению, по крайней мере, с… А давайте посылать голые пост форм мультипарт и оттуда, что бог пошлет, например, какой-нибудь вообще бинарные данные в кастомной кодировке, были преимущества. То есть у него было много недостатков, но были и преимущества. Во-первых, когда серверный код был в основном энтерпрайзный, разрабатывался крупными корпорациями, по сложным методологиям и так далее, и так далее, то вот эти вот примитивы, они в принципе, у них был большой шанс соответствовать тому, что на сервере, то есть на сервере это обработать было крайне просто. Маленький парсер этого XML, и все, мы просто вызываем с переданными параметрами соответствующим образом называющийся класс, конструируем его фабрикой синглитонов, ну, потом понятно, ну, Java такая Java. И второе преимущество, что частью этого стандарта была схема описания данных, то есть не надо было гадать, не надо было искать какие-то доки, написанные левой ногой на коленке, выложенные в виде TXT в запароленном RAR-архиве где-то на стороннем сервере, а вот схема является частью стандарта, ее можно, опять же, автоматически распарсить, автоматически сгенерировать клиентам. Недостатки этого протокола. Во-первых, то, что он был ориентирован на глаголы, то есть тогда, опять же, кровавая энтерпрайз, все дела, предполагалось, что огромные кровавые энтерпрайзные сервера взаимодействуют друг с другом путем просьбы выполнить какое-то здоровенное сложное действие раз в несколько дней. И, соответственно, даже минимальный какой-то запрос, типа просто дай мне список товаров или дай мне один товар с вот этим айдишником, это все равно должен был быть глагол get, ну, собственно, как оно выглядело в тогдашней Java, сейчас она как-то помилее немножко, все равно должен был быть глагол get с теми же параметрами, также посылаемый постом, и, в принципе, довольно все было не вполне соответствовало майнсету, а вообще говоря, информационной системе, то есть это соответствовало как бы майнсету некоего завода информационного процесса, который что-то выполняет, не отдает данные. Во-вторых, протокол, с одной стороны, жесткий, то есть ты не можешь недопослать какой-нибудь параметр, не можешь выполнить метод без параметра, посмотреть, что он ответит, не можешь ожидать ответа в каком-то более тебе удобном формате. С другой стороны, ужасно хрупкий. Несколько встречавшихся мне, вот в недоброй памяти этот сервис Panopto, с которым по работе приходится сталкиваться, несколько встречавшихся мне сервисов, несмотря на то, например, что параметры в СААПе именованные, ожидает еще и их определенного порядка. Если ты их передаешь в другом порядке, несмотря на то, что они вроде как именованные, или не передал вместо какого-то параметра, который тебе не нужен, пустую строку, то все, тебе прилетает какая-нибудь жуткая ошибка 108, и доброе утро, как бы пиши в техподдержку. Понятно, что XML – это по нынешним временам тоже недостаток, он довольно многословный, он плохо отображается на примитиве языков программирования, то есть из XML тяжело понять, что там должно быть, грубо говоря, массивами и словарями, и как бы все это большая проблема. И, наконец, важная проблема, что когда вы только начинаете разрабатывать, допустим, клиент к кому-то серверу, то вот эту вот фигню сформулировать руками просто, и там через браузер отправить и посмотреть, что будет, и разобраться, подходит оно тебе или не подходит, в общем, крайне проблематично. То есть ты тут же начинаешь писать какой-нибудь адский скрипт, который там что-нибудь форматирует, и увеличивается затраты ресурсов программистских на взаимодействие даже с самыми простейшими системами. Ну окей, все сказали, что Java – это плохо, ну в смысле, понятно, что Java – это хорошо, но как бы некоторые энтерпрайзные паттерны не во всех случаях эффективны, понятно, что давайте попробуем что-то попроще, что-то поестественнее, и как бы придумали REST. Что такое REST? Я понимаю, что я в какой-то степени проговариваю штуки, которые все в зале знают, но это в большой степени для создания просто контекста, чтобы мы понимали, откуда мы идем и куда движемся. Так что извините, если очень нудно. REST – это по сути не какой-то определенный протокол, что мы посылаем то-то, так-то и таким-то образом. Это такой вот себе стиль разработки API, что у нас есть ресурсы, у ресурсов есть коллекции, есть ID-шники, в коллекции ресурсы, которые можно выбрать по одному, и так далее, и так далее. Тут важное возникает понятие именно ресурса, то есть мы уже взаимодействуем все-таки с информационной системой, в которой есть какие-то данные, а не с каким-то процессом черного ящика, которого можно сказать какой-то GET, и он даже не будет и демпатентным, потому что четыре раза сказал этот GET, мы получим четыре разных результата. И он, в общем, натурально взаимодействует с HTTP-глаголами. То есть у нас, соответственно, пост создания, delete удаление, GET – просто запрос, нуль патентный, и так далее, и так далее. К сожалению, это все в идеале. На самом деле, когда очень многие современные API, вполне такие промышленные, популярных сервисов и так далее, у нас API на REST понимают каким-то вот таким образом, что у нас, в общем, какие-то красивые пути к всем урелькам, и что мы отдаем JSON. А дальше начинается всякая лабуда из серии, что на самом деле в путь этот входят какие-нибудь глаголы, они существительные, хорошо еще, если не прилагательные, что понятия отдельного ресурса у нас нет, а есть какие-нибудь там facets и прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, вот какое-то несколько, точнее, довольно много лет это был основной стиль взаимодействия. Нечто такое REST-подобное. Основной стиль взаимодействия с API. Выглядело это, например, вот так. То есть мы, если нам нужна какая-то информация, мы вызываем GET к пути коллекции, передаем параметры запроса, какие-то фильтры, как GET-параметры, просто получаем красивый, аккуратный JSON, в котором отдельным объектам соответствуют отдельные ресурсы, можем запросить отдельный ресурс, бла-бла-бла. Это как бы очевидно. Но это в хорошем случае. В плохом случае нечто, что люди называют GET, может выглядеть как-нибудь по-другому. Использовать глаголы, использовать какие-нибудь странные названия переменных. А вот, кстати, нижняя строчка, как это не смешно, самый популярный международный погодный сервис под названием Forecast.io, он теперь DarkSky, использует именно такой синтаксис, тоже называет REST. То есть у него все фильтры должны передаваться через слэш, что создает совершенно безумный какой-то путь. Путь в никуда. Но типа вот такой у нас REST. А, да, и API-кей первым в этом пути, поэтому вообще непонятно, какой мы ресурс забираем и чему он соответствует. Ну, whatever. Все равно это более-менее один стиль обращения к информационному сервису. REST по сравнению с SAP был все-таки как-то немножко получше, поудобнее. Он ввел такие существительные вместо глаголов вот это вот понятие ресурсов, что у каждого ресурса своя URL-ка. Он хорошо соответствует HTTP, поэтому мы можем и из браузера поиграться, и клиенты для него легко писать, то есть не нужно 40-уровневую обертку лепить и так далее. Но проблема в том, что никто никогда, ну, точнее, многие много раз, но ни разу успешно не попробовал сделать из этого общепринятый стандарт. То есть как реализуется там фильтрация, как реализуется пагенация, как реализуется сортировка, как реализуется связь между ресурсами, все это оставлено на откуп как бы отдельным разработчикам, и все реализуют это кто во что гораздо. Та же пагенация может передаваться, как в моем верхнем примере, в каком-нибудь отдельном ключе мета, может передаваться в заголовках, может указывать только номер текущей страницы, может указывать полную URL к следующей странице. И это только одна из маленьких деталей имплементации, которая, если ты работаешь, если тебе, не дай бог, надо там с четырех разных похожих ресурсов забирать данные, может в общем свести с ума, потому что ты пишешь как бы четыре похожих обертки, а в них ни одна строчка кода не может быть reused, потому что у всех свои представления о том, что такое этот самый REST. Вторая проблема с ним, что он не самоописующий. В отличие от SAP, где можно где-то запросить схему, в понятие REST в целом не входит. То есть есть некоторые стандарты, я про это потом поговорю, но в целом не входит то, что наш URL API такой-то, ты с него что-то запросил, а какие там еще есть пути, тебе спросить негде. То есть либо разработчики выложили эту документацию, список endpoints и так далее, либо не выложили. Никакого стандартного способа сказать, что вот так формально описывается наш API, долгое время не было. И главная проблема, которую собственно и призван был решить граф QL, которую мы сейчас перейдем, это если вам нужен не один ресурс, а дерево ресурсов, то выбрать их очень дорого стоит. Что это значит? Это значит, что если, ну вернемся к нашему комическому примеру с енотами, если вы допустим заняты разведением енотов, и вам надо подобрать енотиху, которая где-то в соседнем городе, но при этом, ну показав пользователю, который собственно хочет размножаться, но при этом показать не только ее там имя, цвет и возраст, а скажем список ее потомства, которое уже было и чем оно болело, а также список там отзывов на эту енотиху, хорошая она или злая и так далее. И так далее, и так далее, то мы каждый из этих, то есть в типической наивной имплементации REST, это окажется, что сначала мы выбираем список всех подходящих енотих, потом для каждой делаем GET потомство, потом для каждой делаем GET отзывы, и так очень легко, в общем, чтобы отобразить в браузере одну страничку, можно там 20 или 100 или 500 GET-ов сделать к отдельным ресурсам, которые, каждый из них в общем дешевый, а так-то 500 запросов, чтобы одну страничку отобразить, вроде как не круто. Это, собственно, и была основная проблема, на которой сосредоточились люди, которые решили придумать что-то еще. Я не буду это комментировать, я просто картинку нарисовал. Граф Куэль придумали товарищи из Фейсбука. Их, в принципе, можно понять. Ну, то есть их не всегда можно понять, не всегда это даже у американского конгресса получается, но в данном случае, конкретно в данном случае можно. Потому что, то есть если вы представите себе ленту Фейсбука, вы ее прокручиваете, она подгружается, и должна вам показать следующие 10 постов друзей с их лайками, комментами, вложенными фоточками, ссылочками, предпросмотром этих ссылочек и так далее. Если представить себе стандартную наивную имплементацию REST, они обращаются к своему сервису, делают get 10 постов, потом для каждого поста делают get comments, потом для каждого коммента делают get author, потом для каждого лайка тоже делают get author. Ну и так, в общем, к утру следующий кусочек ленты подгрузился. Вот они как бы подумали, придумали такой, как бы не то язык, не то протокол. В общем, такую себе идею, чтобы можно было, оставаясь в той же самой парадигме ресурсов, которые связаны друг с другом, вложены друг в друга, сделать какой-то такой один запрос, чтобы выбрать кусок дерева ресурсов. При этом для каждого ресурса только нужные параметры, в смысле только нужные поля, но в том числе и все его вложенные ресурсы для поста комменты, для коммента лайки, для лайков тех, кто полайкали, для тех, кто полайкал их аватарки, но при этом это в каждом ресурсе будет по одному полю, и get запрос будет только, точнее в GraphQL может быть пост запрос, короче, запрос будет только один. Это типа круто, эффективно, современно, и выглядит примерно, например, вот так в наших енотах. То есть мы формируем нечто, что авторы GraphQL говорят, что похоже на JSON, ну как похоже, фигурные скобочки есть, да, что похоже на JSON и что описывает, собственно, структуру ресурсов, которые нам надо получить. То есть мы говорим, что нам нужны еноты, и передаем сразу и все параметры, какие еноты нам нужны. Для каждого нам нужно имя, город, где он живет, возраст, а также мы для них, пожалуйста, выбираем сразу всех деток этого енота, который старше трех лет, а также для каждой деточки выбираем, чем она болела, и сразу вот как бы нашему юзеру, который очень хочет размножиться, показываем, что вот, предположительно, вот эта вот енотиха, она симпатичная, но у нее почему-то там какая-то генетическая, видимо, аномалия, что дети ее часто болеют и так далее, и так далее, и так далее. Круто? Ну, круто. Какие у граф Куэль достоинства относительно реста? Ну, во-первых, то, что это стандарт, то, что граф Куэль, он вот такой. То есть нет, нельзя вместо фигурных скобочек квадратные, нет, нельзя там все капсом написать, нет, нельзя разделять строки каким-нибудь там спецсимволом. Во-вторых, то, что это структура ответа, она соответствует тому, что обычно хочет фронтенд. То есть фронтенд вот как раз хочет, типа, отобразить енота, внутри енота отобразить там его деточек, внутри деточки отобразить, чем оно болело. Вот, получаются такие вот натуральные джейсоновские объекты. И третье, что можно сказать в его пользу, что вот это вот слово, вот это понятие, что это query language, что это язык запросов, что наши информационные системы настолько сложны, что нам все-таки нужен к ним язык запросов, а не просто протокол, где в URL-ку айдишники подставляются. Это важно. В чем с граф Куэлем, который сейчас пропихивают везде с криками, что он нас всех спасет, и все немедленно кидаете свой rest и бросаетесь на граф Куэль. В чем с ним проблемы? Во-первых, он жесткий, как сап. Если считать, что сап – это мыло, ну, ладно, неважно. Мы не будем углубляться в эту метафору. То есть, хотя вам говорят, что вы запрашиваете только то, что хотите, на самом деле нет, вы не можете запросить то, что хотите. Вы должны запросить четко в соответствии с той схемой ресурсов, которая для этого самого граф Куэля определена. То есть вы не можете запросить для енота какое-нибудь поле, которое не определено в этом ресурсе, а он его там вычислит из чего-то. Нифига. То есть только так и никак иначе. То есть жесткость. Второе. Схема задана отдельным файлом, который тоже доступен там, get-схема, и вы должны ее всю изучить, потому что у вас нет возможности запросить, например, какой-то ресурс по ID-шнику, посмотреть на него, понять, что вам нужны только эти поля и так далее. То есть в граф Куэле считается, что вы точно знаете, что вам должен передать сервер, какие на нем есть ресурсы, какие у них есть поля, вы запрашиваете только их. Соответственно, поэкспериментировать с новым граф Куэль сервисом, к которому вы пытаетесь подключиться, если кто-нибудь пробовал, вот новый GitHub, у GitHub есть граф Куэля API версии 4, но это довольно проблематично. То есть ты начинаешь как-то запрашивать то, что тебе нужно, он не отдает и ругается какой-нибудь очередной, как недоброй памяти СААП, какой-нибудь там ошибка 108, ты вчитываешься еще 4 часа в схему, бродишь в эксплорере, понимаешь, что вот это поле, оно вложено еще сюда и так далее. Поскольку это разработка Фейсбука, то они забили на HTTP идиом, потому что Фейсбук вообще не любит веб, он не хочет, чтобы мы как бы соответствовать метафорам веба, и у них свои метафоры. Важная еще проблема, что несмотря на то, что это новый протокол, шаг вперед, шаг в будущее, очень многие вещи там по-прежнему оставлены на откуп реализатора протокола и определить их довольно проблематично. Вот здесь, в предыдущем примере, вот эти вот штуки, лимит и фильтр, они не определяются никаким стандартом. То есть я просто скопировал с одного из способий по GraphQL, что можно вот так, а можно как-то по-другому. То есть все истории, которые абсолютно очевидно имеются, нужны и должны быть стандартизованы для современного API, фильтрация, сортировка и погенация, которые были 50 лет назад в SQL, они по-прежнему оставляются на откуп разработчикам. Дальше. Просто слайд кончился, а у меня еще есть претензии. Дальше. Проблема в том, что вот эта вот идеалистическая история, она как бы предполагает, что если у енота есть такое поле, ну как в SQL, то мы можем ему передать фильтр по этому полю. Ну удобненько. Но в реальности, когда кто-то пытается воплотить этот GraphQL, как тот же GitHub, оказывается, что нет, неудобненько. И у GitHub, опять же, если посмотреть на его GraphQL API, ему, он не может позволить пользователю обратиться к любому ресурсу, отфильтровать его по любому полю. Поэтому они вводят такую как бы псевдосущность. То есть в репозитории, допустим, вложены, если мы хотим посмотреть, кто поставил звездочки в репозиторию, то в репозитории вложены не в поле Stargazers, не юзеры сразу, а специальный тип Node Connection, у которого уже есть юзеры. Вот этот Node Connection можно только там по одному полю отсортировать, отфильтровать. Нет, мы не можем отсортировать там с Stargazer в репозиторию сразу по, допустим, их популярности и посмотреть, кто из самых популярных юзеров ставил звездочку этому репозиторию. Нифига. Потому что если мы позволим, если мы как разработчики сервера позволим нашим, тем, кто обращается к нашему GraphQL API, вот это вот все, то серверы, они, естественно, немедленно завалят. Потому что мы же не можем натянуть индекс на каждое поле базы данных. Ну, то есть это известная проблема оптимизации запроса и бла-бла-бла. Почему пользователю нельзя давать в руки, например, тот же голый SQL? Ну, потому что беда будет. Будет беда. И с GraphQL по сути та же проблема. Тут вот возникает такой интересный момент, что разработал GraphQL Facebook, но GraphQL API он наружу не выставил. Они его используют внутри себя. То есть GraphQL для них, это наши же разработчики, которые знают схему того, что им нужно, и адресовывают те интерфейсы, которые мы знаем. Вот для них это удобно. А внешний их API, он тоже называется Graph API, но это обычное нечто REST-подобное. Составляем URL, передаем get-параметры, получаем JSON. Поэтому, в принципе, GraphQL можно было бы переименовать как-то так, но это, наверное, было бы неудобно произносить. Вот, поэтому мы продолжим о нем говорить как о GraphQL, но надо запомнить все вышесказанное. Вот. Возникает закономерный вопрос. А что нам надо-то? Вот. В современном мире полном информации с кучей, с тем, что современный информационный сервис, современный сайт, современный стартапчик выбирает на самом деле эту информацию не из одного. Да, заметим, что у Facebook такой проблемы нет, они выбирают данные со своего же сервера. А нормальный стартапчик сейчас там это с YouTube подтянул, это подтянул там с цены с Amazon, это вообще из какого-нибудь там спичапа распознавалки. Как-то все это смиксовал, и вот вам уже стартап. И вообще он серверлес и запускается на Amazon где-нибудь. У каждого ресурса должен быть URL, как в REST, чтобы его можно было понятным образом идентифицировать. Нам действительно нужен query language, но только не нечто, что им притворяется, а настоящий query language, чтобы запрашивать эти самые ресурсы. Язык этот должен быть ну как-то удобным, то есть чтобы его можно было написать руками, потому что, опять же, если поэкспериментировать с гитхабовским API, например, то написать руками запрос более-менее нетривиальный, а уж тем более что-то с ним сделать. Ну и из серии там, мой пример тех же там самых старгейзеров, репозитория, всех выбрать. Ну конечно. Извините. Старгейзеров, репозитория, всех там выбрать и выбрать их фолловеров и построить из этого какую-то статистику, но это будет запрос с глубиной вложенности 15, у которого будет 4 разных погенации, потому что отдельно по старгейзерам, отдельно по их фолловерам, отдельно по их статистике, и каждую из них надо держать в голове. Ну в общем, фигня получается. Нам нужны структурированные ответы, потому что в основном мы будем пользоваться данными на фронт-энде, где у нас по понятным причинам JavaScript, ну то есть, понятно, мы не будем углубляться в то, что может быть не JavaScript, но да ладно. По понятным причинам JavaScript, где логика взаимодействия, что вот нам пришли с сервера объекты, и хорошо бы, чтобы эти объекты у них были бы понятные поля, и они были структурированы так, как мы хотим это все в интерфейсе выложить, они с сервера пришел здоровенный CSV, ищи в нем нужную строчечку. И учитывая количество сервисов, с которыми нам приходится работать, регулярные смены и хапи, одни сервисы умирают, другие рождаются, третий надо подключить, было еще вчера, хорошо бы, чтобы со всем этим было удобно взаимодействовать, ну как бы вот программисту, как в REST, где ты можешь просто вбить в браузер URL ресурса и посмотреть глазами просто, что же он собственно-то отдает, и поменять 10 раз один и тот же параметр без какого-нибудь разработанного гением супер графкоэль эксплорера, а просто вот прямо в браузере. Вот. Тут, конечно, у всех возникает закономерный вопрос. Есть ли у меня конкретное предложение или конкретные идеи, что мы, может быть, можем использовать в будущем? Их некоторое количество есть, я сразу говорю, что это, ну как бы, докладно подумать, а не докладно вида «я тут подумал и решил, что вы все должны использовать то-то и то-то». Поэтому конкретного ответа не будет, но некоторые идеи будут. Вот. Но для начала я покажу вам еще одну смешную картинку. В 2018 году один из серверов NASA с научными данными как основной протокол взаимодействия с клиентами этих данных, учеными, которых используют, использует Телнет. Не делайте так, пожалуйста. ну да, космические технологии и вся фигня. Судя по количеству, по отсутствию оживления в зале, не все знают, что такое Телнет, но это еще до HTTP было, это такой, логинишься на сервер, там в консольке. Ну, короче, это смешно. Ну, предполагалось, что вы сейчас смеяться будете. Ладно, неважно. Так вот, что на самом деле, если мы действительно не очень хотим использовать Телнет, какие у нас есть образцы, на что мы можем посмотреть, каким образом мы в принципе можем предположительно взаимодействовать со сложными сервисами, выбирая из них интересное подмножество данных. Во-первых, потенциал того, что мы называем REST, ну, то есть вот всего этого как бы супа технологии и идей, он далеко еще не исчерпан. Потому что Swagger, который был коммерческой тулзой для описания формата данных, наконец-то дорос до того, чтобы стать открытым стандартом OpenAP, его поддерживают и Google, и Microsoft, и Apple. То есть теперь по сути у нас есть схема описания для вот таких вот REST-овых сервисов. Ну, или псевдорестовых. То есть схема у нас есть, чего REST-у не хватало. Есть стандарт с непроизносимым названием, вот второй пункт, я даже не буду пытаться это прочитать, честно, который определяет, что все ресурсы в ответах этого самого REST-а должны быть связаны через ссылки друг на друга. То есть это повышает discoverability ресурсов, в том числе и автоматизированную. То есть, грубо говоря, если мы делаем get одному еноту, то кроме его имени, пола и возраста, мы получаем еще ссылки на другие эндпоинты соответствующие, где можно узнать детей этого енота, где можно узнать города и характер его хозяина и так далее. и так далее, и так далее, и так далее. То есть, такой стандарт, повышающий связность в хорошем смысле, то есть discoverability tionic opening, который позволяет разобраться в происходящем этих данных итеративно. То есть, начать с какой-то маленькой части, а потом не закопаться в 800-страничную схему, а как бы постепенно выбирать нужные данные. И, как это не смешно, Facebook, не выставляя наружу этот самый GraphQL, который он всем пиарит, разработал довольно интересные добавки к своему rest-овому API, которые выглядят, например, вот так. И делают примерно то же, что рекламируется в GraphQL. То есть, мы, запрашивая какой-то пост по айтишнику, мы можем указать, что мы от этого поста хотим только такие-то, такие-то поля, включая вложенный объект comments, от которого мы хотим такие-то, такие-то поля, и эта вложенность в общем там на много уровней может быть. Это тоже работает. То есть, это все еще подпадает под определение rest, при этом снимает проблему дорогостоящей выборки дерева объектов и разработано тем же Facebook, с которым GraphQL, что, вообще говоря, довольно забавно. SQL. Это очень странная опция, как мы говорили, давать пользователю доступ с SQL к данным это IAA, но, в принципе, подумать в эту сторону, что в общем вот этот вот синтаксис очень многим программистам привычен и знаком хотя бы на каком-то уровне, select название полей, from название каких-то наборов данных и так далее, и так далее. Это интересный момент. чем SQL в... ну, даже если мы предположим, решим вопрос с ограничением доступа, ограничением производительности, с тем, чтобы нам пользователь не послал запрос, который завалит весь сервер, чем он не соответствует текущей ситуации? Тем, что вот этими, например, джойнами, потому что в... то есть мы привыкли к тому, что вложенность объектов и ссылки на них один на другой они являются естественной частью данных. В SQL они как бы имитируются джойнами, айдишниками, которые по-разному реализованы, надо знать название внешнего айдишника и так далее, и так далее. И понятно тем, что ответ SQL как правило, точнее не как правило, а всегда структурирован как таблица, а вовсе не как список вложенных объектов, которые мы бы хотели. Но как мысль о том, что вот этот вот синтаксис select from where, что он далеко не исчерпал своего потенциала, это интересная мысль, я рекомендую запомнить. Вот. Еще один пример. Если кто-то работал с Elasticsearch и читал его доки, ну в смысле не через какую-нибудь там библиотеку с простыми запросами, а вчитывался в его доки, они придумали такую интересную фигню со своими Quire. они по сути, по сути, заставляют пользователя посылать им уже отпарсанный пользователем в голове абстрактное синтаксическое дерево запроса. То есть это как бы тот же SQL where то-то и то-то и то-то и то-то, но уже распарсанный пользователем в некое подобие Lisp. Это интересным образом работает и интересным образом это тоже относительно распространенный подход, потому что та же Mongo использует нечто подобное. То есть мы посылаем сформированный на клиенте обычный JSON, не нечто слегка напоминающее JSON в солнечную погоду, а обычный JSON, в котором очень формальная формулировка что нам нужно. Там есть свои определения для того, что для выборки только отдельных полей, для работы с вложенными документами и так далее, и так далее. Это ну такой тоже интересный пример, который естественно невозможно как бы без изменений применить к вашему API, который выставляете пользователям, потому что они сойдут с ума. То есть ну это ну скажем так это процентов 10 нормального запроса к Elastico, потому что как правило они чуточку сложнее и вложенность ну не поместилась бы в слайд просто. Вот. Но как бы сама идея вот таких машиночитаемых синтаксических деревьев запроса она как бы забавная, занятная. Еще один очень странный пример. У OpenStreetMap есть такой не очень известный, потому что он на отдельном сервисе, но он при этом официально описан официально в Вики, язык запросов. Он очень-очень странный. Я сейчас в двух словах просто объясню, что здесь происходит и расскажу, почему это интересно. Они делают на самом деле следующее. Ну, у них есть три типа объектов. Node. Way. Линия на карте и Relation. Группа каких-то точек и линий. Они выбирают сначала ноды, way и Relation по какому-то тегу, что это полиция, и сохраняют это в переменную с таким-то названием. Потом выбирают также банки и сохраняют это в переменную с другим названием. А потом пересекают два этих множества, что банки находятся вокруг полиции. То есть вот это, по сути, where are banks around police with distance 3000 метров. Вот. Ну, опять же, три раза. Сохраняют это в третью переменную. Потом вычитают из банков те, которые возле полиции и выражение, что именно мы от этого хотим вывести. Мета, то есть только название, а не всю полную геометрические объекты. Да. Ну, просто енотов там на карте не было, поэтому я не подобрал более такой подходящий пример. Енотов тяжело картографировать по некоторым причинам. Чем это интересно? Ну, кроме абсолютно долбанутого синтаксиса, это интересно тем, что код-то по сути императивный. То есть не декларативно, нам надо запросить, то есть если представить это на SQL, это было бы там четыре вложенных под запроса. Выбрать те банки, которые находятся не дальше трех тысяч метров от отделений полиции. Вот. И несмотря на то, что мы все такие из себя современные, живем в 21 веке, и мы все должны писать в функциональном стиле, использовать иммутабл-объекты, императивное программирование из So 80-е, зачастую собственно запрос, который у нас есть логически, он именно императивен. То есть с вопросом про тех же енотовых детенышей, чем они болели, его очень легко изложить, нам нужны еноты, а также их детеныши, а также чем они болели. То есть три императивных строчки. Понятно, что и этот безумный синтаксис, ну как бы это не лучший вариант, хотя люди пишут на R, я видел этих людей, честно. Это не лучший вариант, но идея в том, что язык запроса в принципе может быть императивен, она не бесполезна, и более того, она используется в тех же документно-ориентированных базах данных, потому что и Монги, и Эластику можно тупо послать кусок дживаскрипта, когда их вот эти безумные синтаксические деревья не могут что-то сделать, им можно тупо послать кусок дживаскрипта, а теперь нам просуммируй это таким-то образом, и так далее. И наконец, самый интересный пример. Старючая идея того же самого Тима Бернар Сали, который придумал веб, под названием Semantic Web, что она на удивление, если просто словами ее описать, похожа на то, что мы описываем, что есть куча информационных систем, они состоят из ресурсов, у ресурсов есть урлы, надо их запрашивать, эти самые ресурсы, фильтруя их по определенным полям, все это желательно должно быть описано какой-то схемой, язык запросов должен быть разумный. Круто, круто. Выглядит это, не пугайтесь, например, так. Здесь некое в общем подобие, что здесь интересно, некое подобие SQL, ну в общем, я думаю, что можно узнать, что у нас есть, если у нас где-то есть еноты, то есть переменная ракун, у которой предикат имя равен переменной, какой-то переменной имя, то вот выбрать эту переменную имя. И так далее. А также, если этот предикат child выбрать переменную child, а от этого предиката child выбрать переменное имя и переменная болезнь. Интересно здесь то, что в принципе это можно представить айдишник ресурса, название предиката, значение предиката вполне укладывается в нашу схему JSON-объекта. У них есть айдишник, название поля и значение поля. То, что эти штуки глобально уникальны. То есть вот здесь, когда мы используем namespace ракунс, он на самом деле определяется тоже урлом, мы просто это сократили. И соответственно мы можем, если нам надо совместить на одном сайте погоду с одного сервиса, расписание самолетов с другого и черт его знает, расписание кинотеатров с третьего, типа из серии сегодня в Бангалорию дождь, а до вашего самолета еще три часа, поэтому идите-ка лучше в кино, там показывают терминатора. Что-нибудь такое пользователю сообщить, что в общем для современного стартапа вполне реально, то у нас не будет никаких коллизий имен, потому что они либо используют одну и ту же схему имен, либо они используют разные, но каждый указал какую именно схему они используют, и все у нас будет хорошо и шоколадно. А еще одна интересная вещь, в которую я не буду вдаваться, потому что синтаксис несколько еще более пугающий, что кроме выражения select у этой штуки есть у Sparkle выражение construct, который, ну, вся идея семантического веба, что мы имеем глобальный граф, что опять же соответствует, то есть можно перевести на наши джессоновские сервисы с ресурсами, что пользователь связан с комментариями, комментарии связаны с лайкерами, лайкеры связаны со своими постами и так далее, это тоже глобальный граф объектов. Интересный момент, что мы можем не просто select, то есть как таблицу, как в SQL, а выражение construct, оно собирает один граф из другого, то есть по сути мы можем в SQL подобном синтаксисе задать, что нам собери, пожалуйста, такой-то граф объектов из таких-то полей. То есть получается как бы как в GraphQL, то есть мы получаем не таблицу, не CSV, по которой потом надо бежать по полям и по строчкам из них что-то извлекать, а получаются как раз те самые джаваскриптовские объекты. Как вот это одно с другим подружить, ну потому что как мы понимаем Sparkle он как бы прикольный, только им никто не пользуется. За одним интересным исключением. Есть такой сервис Wikidata. Кто знает что такое Wikidata, поднимите руки пожалуйста. Небогато. Это та же самая Википедия, поддерживаемая тем же самым нон-профитом, который поддерживает Википедию, только она формализованная. То есть там где в Википедии написано London is the capital of Great Britain, в Wikidata для ресурса Great Britain задан предикат capital и значение его ссылка на ресурс London. Там пока меньше данных чем в Википедии, но она очень быстро наполняется. Данных там уже очень много и она ужасно интересная именно тем, что она вся построена на технологиях этого семантического рыба. То есть отправить туда этим самым Sparkle запрос класса а в каких странах в 90-х водились еноты, а сейчас не водятся так, чтобы эта страна была расположена в Евразии и там было не теплее плюс 30 летом, как нифиг делать? Потому что Sparkle очень мощный, потому что там все в этих самых предикатах семантического веба, потому что у них мощные сервера. Поэтому сказать, что это как бы я вам рассказал про какую-то глиматию из 80-х, которая когда-то была интересной, нельзя. Это такая идея, которая, мне кажется, еще может каким-то интересным образом выстрелить и, в принципе, довольно скоро. Я не буду это зачитывать и пересказывать тоже не буду. Видно же текст нормально, да? Ну, как-то так. Пригрузил. Это было слишком хардово и вопросов нет, сразу все понятно. Чуваки, я 80% выкинул того, что в плане было. Честно. Ну, и ладно. Только я сказал это Дима просто меня спасает от позора, от awkward silence. Насколько я понимаю, вот этот запрос, который к викидате идет, он для идеального мира получается, что если все будет в этой базе данных, то этот запрос будет очень классно, ну, этот процесс выбора данных будет очень классно работать. В реальности ну, как я по примерам увидел, у всех задачи разные, и под разные задачи удобнее использовать разные запросы. К ластик серчу один тип запросов, там индекс, вот они ищутся, и удобненько там видеть это в ищутся. К картам, там соответственно запросы геоданных и там немножко другой язык запросов и там удобно это через такую получать, потому что реализация есть. Граф Киэль, у меня есть практический опыт работы с Граф Киэлем и я считаю, что это шаг вперед все-таки в практическом плане. С ним можно работать как с Рестом и в идеальном мире получается, что вот этот РДФ или как он там? РДФ Спаркл. Да, 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 который был придуман 20 лет назад, он в принципе 40. Ну, давненько, да, скажем так. Он в принципе классен и никуда не делся, но в реальности получается, что Граф Киэль это шаг вперед и мне кажется, он довольно гибок и удобен в использовании и большинство проблем, которые были описаны, мне кажется, они решены. Граф Киэль это, в общем-то, стандарт, да, и есть референс имплементации там на разных языках в качестве на Руби есть этот Граф Киэль Руби или как он там называется, который написан товарищам из Гитхаба, там вполне решены все проблемы и с перфомансом, и с комплексити запросами, с батч запросами, и с документацией, ты когда формируешь набор классов, есть специальный запрос, по которому можно сформировать документ, и по этому документу можно удобно находить, есть на электроне написанные на джаваскрипт приложения, которые позволяют прям как потыкать, посоставлять запрос, автокомплишн есть, там можно написать какое-то поле задеприкечено, прям можешь написать в документации, так что я все-таки считаю, что это шаг вперед, ну понятно, у него есть свои проблемы, там можно наступить на грабли, если ты не совсем понимаешь, что ты делаешь, ну мысль, это было больше не вопрос, а мысль в сторону графки спасибо спасибо за доклад все есть но если мы говорим о не паблике а вот внутреннем, то насколько плохо вообще реста не придерживаться, например, если бы разработчики фейсбук, они вместо того, чтобы запрашивать все посты с комментариями, с лайками и так далее, запрашивали просто дашборд за там ну вопрос в сложности реализации и причем в сложности не как точки а как производной то есть грубо говоря если если у них сейчас есть внутренний граф кэл или внешний граф апи то по большому счету если они завтра добавляют какие-то ну вот как они пару лет назад добавили новые типы лайков у них практически ничего в апи не поменялось ну там где-то флажок развелся если у них есть жесткий дашборд то чтобы выкатить это дело ну то есть они они могли допустим это в апе выкатить раньше чем в интерфейсе эти лайки если у них есть жесткий дашборд то выкатить это дело поменять чуть-чуть структуру чего-то это по сути появляется во всей разработке фейсбука где их там сотни тысяч появляется одно какое-то узкое место один какой-то Вася который он либо сделал либо нет соответственно то есть то есть да да есть и такие решения и зачастую во внутренних апе к ним все и сводится что у нас вот тут красиво 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 а здесь у нас дашборд джейсон и он отдает тупо все что нам нужно на дешборде но до какого-то момента это работает а потом переписывать приходится как мы понимаем да и тут мы возвращаемся к докладу да 5 минут перерыва после джейсон и вот продолжаем джейсон